В прошлой серии Упс, написал какое-то слово Кратос Что я наделал? Я уничтожу всех Сейчас я верну должок этой Саб-Зире Годзиле Нет, она моя! Прочь с дороги, смертный Либо ты по-хорошему сваливаешь отсюда Либо я тебя Засуну в жопу к нему Только попробуй встать Бог дал мне только один дар Я лучший Надо проверить пульс Пульса нет, что делать? Нужно быстрее везти его в мою лабораторию Док, он будет жить? Жить, возможно, будет Но это уже будет не тот Юрий Бойко, которого ты знал И чтобы он выжил, мне придется сделать из него киборга Док, ну ты скоро там? Мне не терпится увидеть Бойко Это будет уже не Бойко Его мозг не работает Его тело не двигается Созданный мной кибернетический костюм поддерживает жизнь в его организме И не дает ему окончательно умереть Можешь называть его Кибербойко А я все-таки надеюсь, что он меня узнает Не надейся Теперь его мозг это компьютер Единственная задача которого победить Кратоса Ну все, он готов Ого! Теперь действительно нет никого сильнее на планете, чем он Его металл невозможно разрушить Он сделан из сплава вибраниума и адамантия Он может поглощать в себя любое количество энергии И уничтожить даже Годзилло Бойко, ты меня помнишь? Это я, Рыбий глаз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А помнишь, как я за шаурмой ушел, а ты подумал, что меня Танос убил И ты полетел на другую планету спасать меня А оказалось, что ты вселенную спас А помнишь, ты победил Саб-Зиро, потому что я тебя в шубу одел Бойко, ну скажи что-нибудь Не делай вид, что в тебе ничего человеческого не осталось Бойко Ответь мне Я не успокоюсь, пока ты... Он ничего не помнит Ему ничего не нужно, кроме битвы с Кратосом Его мозг был смертельно поврежден И мне пришлось внедрить в его мозг специальное устройство Которое не дает ему умереть Значит, теперь это устройство управляет Бойкой? Да, а я управляю этим устройством Оно слушается только моей команды Благодаря контроллеру, который ты сейчас видишь у него во лбу И что, теперь так будет всегда? Пока человечество еще не придумало, как восстановить мозг Бойки И боюсь, на это уйдет еще лет десять Но у тебя же есть машина времени, которая вытаскивает людей из прошлого и из будущего Вытащи самого себя из будущего И пусть ты из будущего придумает, как вылечить Бойку Че за бред? Хотя подожди Это ведь гениальная идея Даже удивительно, как она пришла в такую тупую башку, а в мою нет Так, все, я засек Кратоса Он посреди океана сражается с Годзиллой Посреди океана? И как нам туда добраться? У меня есть корабль, и я могу перенести мою лабораторию на него Даже хорошо, что их бой происходит подальше от людей Меньше разрушений будет Ну а вы, народ, пока поставьте лайк на этот ролик Ведь буквально через минуту вы увидите мега эпичные Месилова, Кибербойки и Кратоса И подпишитесь на Мультихайп, кто еще не подписан Мы почти на месте Моя аппаратура показывает, что Кратос и Годзилла мутузятся в 100 километрах от нас Так, может, тогда просто по ним шмальнем из пушек, которые есть на твоем корабле? Но на моем корабле нет пушек Мой корабль — это плавучая лаборатория Да и даже если б были, то все равно никакие пушки не уничтожат Годзиллу Мда, корабль без оружия — это, конечно, отстой Сам ты отстой И где ты видел, чтобы на всех кораблях было полно оружия? Как где? Конечно же, в бесплатной многопользовательской онлайн-игре «Мир кораблей» Где-где? Это игра про захватывающие морские сражения Там есть не только крейсеры, авианосцы, эсминцы, линкоры Но и даже подводные лодки Да уж, подлодки нам бы сейчас пригодились Но там, наверное, сложно все А вот и нет, все интуитивно Пару каток сыграешь и поймешь, как отправлять на дно других игроков Даже если ты котик и у тебя лапки вместо рук Хмм, попробовать что ли? Конечно, нужно попробовать, это же бесплатно Ты удивишься, насколько «Мир кораблей» реалистичная и красивая игра Там все корабли детально воссозданы и смотреть на них одно удовольствие Графика игры потрясная, тебя ждет более 40 карт с динамической сменой погодных явлений Отлично Как раз игра для моих суперкомпьютеров Конечно, «Мир кораблей» пойдет без лагов даже на слабеньком компе А особо мне нравится наблюдать за полетом снарядов Это и красиво, и полезно для прицеливания Графика не просто реалистичная, а кинематографичная Как будто ты смотришь кино, которым можешь управлять Ладно, ладно, уговорил Ну и хорошо Напомню только, что играть можно как в одиночку, так и собраться с друзьями и побеждать вместе Поэтому, народ, если хотите расслабиться после тяжелой учебы и круто провести время То качайте «Мир кораблей» по моей ссылке в описании и становитесь грозой семи морей вместе со мной Тем более там в игре скоро новый крутой апдейт случится Ну все, Кратос теперь далеко от Годзиллы И Кибербойка может его нейтрализовать А затем мы переместим Кратоса в прошлое, и все будет как раньше Активирую Кибербойку Активирую Кибербойку Как ты выжил? Я же убил тебя Хотя я чувствую, что ты больше не человек Может хотя бы теперь ты сможешь проиграть не так позорно, как в первый раз Я же говорил, его металл неразрушим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДОК, он выдержит этот удар? Выдержит? Да он не только выдержит Он впитает в себя всю энергию и вернет ее Кратосу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДОК, что с ним? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него кончается энергия. Кратос оказался слишком силен. И что делать? Нужен источник энергии, с которым Кратос не сможет справиться. И где такой взять? Боюсь, тут поможет только солнце. Солнце? А это не убьет бойку? Я не знаю. Я не знаю, но если не рискнуть, то ему все равно конец. Отправляю его на солнце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него полностью закончилась энергия. Остается надеяться лишь на чудо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него получилось. Его батарея зарядилась на 500%. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не убивай его, он же уже проиграл. Пошли отправим его в прошлое. Я Кибербойко. Самое сильное существо на планете. И чтобы сильнее меня никого не появилось, я должен убить всех. Ты чего? Остановись! Я же твой единственный друг. На этой планете должен остаться только один. А? Где я? Что это за место? Ты у меня дома. Кто ты? Ты похож на меня в скафандре. Я Кибербойко. Искусственный интеллект в твоем мозгу. И теперь я сильнейшее существо на планете. А ты остатки сознания человека, которому раньше принадлежало это тело. В смысле? Мое тело? Мне больше не принадлежит? И какой-то компьютер мной управляет? Да, тебе придется с этим смириться. Ты был слишком слаб. Ты хотел быть самым сильным на планете. Но я пойду дальше. Я уничтожу всех на планете, чтобы остаться единственным. А если я захочу вернуть себе контроль над телом? Любые попытки обречены на провал. Я намного сильнее. Ну, проверим! Ты реально намного сильнее меня. Не мучайся. Смирись со своей участью. У тебя нет других вариантов. А знаешь, ты прав. Я вижу, что ты мне не по зубам, и это мой конец. Я всю жизнь искал того, кто сильнее меня. И вот, я его нашел. Я рад, что это не кто-нибудь, а Кибербойко. Я просто хочу пожать тебе руку, в знак моего уважения. Что ты делаешь? Знаешь, чем я занимался, когда готовился к реваншу против Брюса Ли и Годзиллы? Я десять тысяч раз изучал дюймовый удар. Он тебе не поможет. У тебя нет сил. Ты лишь жалкое воспоминание в уничтоженном мозгу. В первую очередь, я, Юрий Бойко. И если ты не знаешь про дюймовый удар, значит, ты смотрел не все серии мультихайпа. Ура! Бойка, ты вернулся? Бойка? Да, Артём. Я вернулся попрощаться. То есть, компьютер в твоей голове больше не работает и ты сейчас умрёшь? Я прожил интересную жизнь. Пора на покой. Нет, 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 так нельзя. Док, спаси его. Но я не могу. А вот он может. Привет, милок. Благодаря твоей идее я выдернул из будущего самого себя и я из будущего быстро сделал спасательную капсулу, которая вылечит Бойку. Проще простого. Это, получается, я спас планету от Кибербойки? Да я чёртов гений. Ну, раз в год и палка стреляет. Всё, он готов. Кибербойки Кибербойки Ну чё, получается, я победил Кратоса. Ну, фактически это был не ты, а Кибербойка. Какая разница? Бойка, Кибербойка. В конечном итоге Кибербойку-то победил я. Ну, если хочешь, мы сейчас его разбудим и ты снова с ним подерёшься. Нет, нет, хватит с него. Видишь, мужику и так досталось. Наверное, в кошмарах будет видеть моё лицо. Давайте загрузим его в машину времени и пусть отправляется к своим динозаврам. Ну что, как ты себя чувствуешь после такого приключения? Да прекрасно я себя чувствую. Эта спасательная капсула восстановила моё тело на сто процентов. Я хоть сейчас готов к новым приключениям. Ну уж нет, дай хотя бы мне отдохнуть. Что подписчикам делать? Они ведь так хотят мои новые приключения. А подписчики пусть глянут вот этот бомбовый ролик. Он получился супер крутым, но почему-то его мало кто видел. Поэтому прямо сейчас нажимайте сюда и смотрите этот ролик до конца. Да. Ну и лайки ставить не забывайте. И на канал подписываться. Пока.